Гастрономическая ярмарка собрала вместе не только саровских предпринимателей. Андрей Пельгун приехал из Сатиса. Фермерством они с женой занялись несколько лет назад. У них дома своя небольшая сыроварня, также супруги пекут бездрожжевой хлеб. Изюминкой семейного производства мужчина считает льняное масло. За этот продукт фермер в 2019 году получил медаль качества. На вкусной фесте Андрей впервые. Мы здесь можем показать себя, чтобы люди нас видели, могут попробовать. Здесь мы еще угощаем гречневой кашей с льняным маслом. Это традиционно русское блюдо. А льняное масло добавляет ему особый вкус гречневой кашей. Поэтому оторваться невозможно. А трой тарелкой здесь не обойдешься. Ну и это мероприятие позволяет, чтобы люди нас знали, чтобы с нами познакомиться. Вкусный фест подготовил для жителей города насыщенную развлекательную программу. В начале набережной Роман с Ваницей рассказывал сказку «Красная шапочка». Но только не ее классический сюжет, а пересказанный на новый лад Евгением Шварцем. А на плавучей сцене с утра до позднего вечера выступали музыканты. Открывала фестиваль группа «Побочные эффекты». В основном что-то около поп-рока мы играем, с разнообразными вариациями в том числе. Камерам в основном группы все-таки из прошлого века. Хотя есть несколько современных исполнителей. Одна закрывающая песня была написана хорошим знакомым группы. И переделана нами под небольшой попури из песни «Пассаж» и, собственно, песни нашего друга. Также здесь можно было принять участие в мастер-классах от предпринимателей. К примеру, юных гостей праздника научили печь блины. А у палатки артеля оружейников фотозоны позволяли почувствовать себя настоящим воином. Невероятные ароматы жареного мяса и аппетитных булочек витали на набережной с самого утра. Людей здесь с каждым часом становилось все больше. Сам директор, он находится, ну, в закулисье занимается административной работой. А здесь все предприниматели, без исключения, работают как руководители, как продавцы, уже непосредственно общаясь с населением. То есть для них это хорошая школа, получение хорошего навыка для того, чтобы научиться себя презентовать и познакомить население еще шире со своей продукцией. Всего свою продукцию на фестивале презентовало около 20 предпринимателей. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.